Дорогие друзья, как родителю стать учителем, еще хочу отметить, что я с большим уважением отношусь к Казахстану, принимала участие в обучении педагогов Назарбаевских школ методистов. И я могу вам сказать, что на самом деле педагогический состав Казахстана – это очень сильные, очень вдумчивые педагоги. И если это объединиться с вашим включением именно родителей, то я уверена, что ситуация карантина действительно даст очень много преимуществ. А для этого что мы можем сделать? К сожалению, даже без карантина, это статистика по России, но когда я была в Казахстане, мне ее подтвердили, что наблюдается очень важный момент, что даже в обычной ситуации пока ввиду разных изменений 82% ребенка хотят учиться в школе хорошо, но просто ходят в школу и действительно получают пока процесс от удовольствия от школы только 36%. К чему это приводит? Потому что сегодня сдал, а завтра забыл. Так вот, дорогие друзья, возможно, карантин – это и есть тот момент, когда мы сможем поменять эту ситуацию. Потому что не только в момент того, что огромное количество времени уделяется обучению, которое потом забывается, а еще и страдает здоровье детей. Я хочу вас обратить к этой пирамиде, которую знают все педагоги. На самом деле будет важно на нее посмотреть и родителям, это пирамида Матлоу. И мы с вами видим, что на самом деле потребность познания, то есть готовность получать знания, они только на пятом уровне. И все, что говорил предыдущий спикер, то, что вы прекрасно знаете с точки зрения психологических моментов, очень кратко скажу, да, это действительно так. Поэтому для того, чтобы могли организовать процесс обучения, важно действительно, и вот это в наших силах родителей пройти и, понятно, что организацию безопасности, организацию потребности, принятие и других составляющих. Я хочу обратить ваше внимание, что в первую очередь, что вы точно сможете, и чего не хватает в системе образования Казахстана и России, и многих других стран, это на самом деле роль тьютера. Здесь я уточню, что тьютер, да, и вы вряд ли сможете, да, там стать, особенно если у вас ученики не начальной школы, а средней или старшей школы, экспертом и в физике, и в биологии, и в математике. Но чего не хватает, и почему дети действительно забывают знания, они, ну, как бы, не используют их в жизни, потому что нету именно подхода тьютера. И вот здесь именно родители могут выполнить эту часть. Что это означает? Это означает, что вы ведете акцент на таких моментах, как тайм-менеджмент, таких моментов, как мотивация к обучению, выявление талантов ребенка, помочь ему в организации процесса, действительно помочь понять, почему одни дети видят и хорошо понимают таблицы и диаграммы, и на самом деле не только дети и взрослые, а другим детям, если метафору не представить, то они не поймут материал. Выявив эти вещи, вы действительно сможете через месяц гораздо лучше подготовить ребенка к реальной школе. Мы сейчас очень динамично пройдемся по конкретным инструментам, по вот этим моментам. Первое, вы поймете, что такое пять шагов обучения, и будет ли это изучение английского, физики или творческих моментов. На самом деле, в любом обучении действительно очень важно соблюсти вот эти пять шагов, и вы можете это выстроить. Второй момент – это физическая перезагрузка, буквально два лайфхака. Следующий – это конкретные цифровые инструменты, возможности визуализации и возможности селфохода – это социально-эмоциональное обучение. Мы узнаем, что такое принцип «зеленые ручки», исследовательские цели и практики тайм-менеджмента. Вот такой план по практикам, дорогие родители. Итак, приступим. Что же такое пять шагов обучения? Не случайно перед началом конференции мы все с вами сделали глубокий вдох и выдох. На самом деле, прежде чем давать знания, очень важно физически подготовить ребенка к познанию. Давайте вспомним себя. Вот это вот состояние, когда проснулись, да, может быть, как в русском языке есть замечательное словосочетание «поднять» – подняли, «разбудить» – забыли. В английском это говорится «light is on nobody home», то есть свет зажгли, а никого в доме нет. И вот это состояние, в котором ребенку нужно понимать математику. Или наоборот, он бегал, прыгал, а тут опять ему нужно разобраться в математике. Дорогие друзья, прямо сейчас, если вы выучите вот это 30-секундное такое соединение, поверьте, сокращается время выполнения домашних заданий, концентрация ребенка увеличивается. Что мы делаем? Сейчас все вместе, дружно. Пять раз поднимаем руки вверх. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем вдох-выдох. А потом мы так вот соединяем наши ладошки, автоматически у вас образовался замочек, и меняем этот замочек несколько раз. После чего концентрируем внимание голова, ноги, плечи, колени, сердце. Что мы с вами сделали? Мы сначала активизировали состояние через включение крупных групп мышц. И действительно у нас активизация организма пошла. Чтобы не пошло разболтанное состояние, дыхание мы балансируем, и это вдох-выдох. Вот эти упражнения находятся, связаны с очень важным моментом соединений правого и левого полушария, за счет чего сильно повышается концентрация. И потом ментальная концентрация позволила вам за 30 секунд оказаться в собранном состоянии. Вот это вы можете приучить ребенка к здоровой привычке перед каждыми занятиями. Именно за время карантина это поможет ему, кстати говоря, потом и в ситуации экзаменов. Мы делали огромные исследования на детях, которые показали, как именно физиологическая и психологическая настройка позволяла на несколько баллов повышать результативность по экзаменам. Следующий момент, и это очень важно. Очень важно отметить, что ребенок – это я хочу. И здесь очень важный момент, что если вы поймете, кем планирует стать ваш ребенок, что ему интересно, какая тема. То есть как только мы перестаем гнаться по пятеркам по всем предметам, а действительно выделяем все предметы, которые ему интересны, и именно на них делаем дополнительный акцент, то ребенок начинает понимать, если я хочу стать режиссером, причем здесь математика, это действительно может сделать учитель и тюдор. Это небольшой челлендж для родителей, но поверьте, после этого интерес и внимание к математике действительно возрастает. Только после этого подаются знания. И уже знания действительно в тех платформах, решениях, которые дает учитель. Но помимо того, что дается видеоучебника, параграфа или какого-то видеоролика, на самом деле для того, чтобы ребенок действительно понял тот или иной материал, важно дать минимум 5 моделей познания. Что это значит, дорогие друзья? То есть как минимум, это таблица, это действительно сравнение, это то, как это применяется в жизни, какие есть для этого образовательные фильмы, как ты можешь мне рассказать, что ты узнал из этого интересного, когда дети вместе выполнили какое-то задание. Это далеко не полный перечень. Но если именно таким образом раскрывается материал, материал действительно понимается. Ну и дальше вопрос «Я могу». Очень часто, к сожалению, дети от одного урока скачут к другому. Действительно, единственным таким сигналом о том, что получили знания, являются оценки, и в результате что настаётся на выходе после класса? Количество оценок, аттестат. И сейчас мы можем это поменять, потому что гораздо важнее не только оценки, а что действительно ребенок получил из этих знаний. Поэтому мы сейчас поговорим с вами про методы визуализации. Например, именно сейчас вы можете сделать треки, в виде такой доски, на которой будут обозначены все предметы. И действительно найдите стартовую точку. Для младших школьников это вообще могут быть какие-нибудь там, как будто бы это гонки машинок или там дезинорогов, если это девочки. Для средней класса достаточно просто выписывайте действительно все предметы. А дальше каждый день визуально мы ведем по этой доске, но не только какие уроки ты выполнил, а что конкретно интересного ты сегодня узнал в этом предмете. И таким образом вы очень быстро, буквально за неделю увидите, что в из поистории ребенок действительно узнал много интересного. Он выделил в это математике, ну, какие-то факты. А какой-то там предмет действительно немножечко выпадает. И это не повод ругать или что-то еще. Это повод действительно через это буквально за неделю понять, какой интерес ребенка, по каким предметам у него идет выпадение. И чаще всего это выпадение связано либо с непониманием, зачем мне этот предмет нужен, либо с тем, что информация дается в той форме, которую ребенок не понимает. Я решала очень много кейсов с педагогами, когда дети, которые, ну, вроде бы не обладают творческими такими талантами и не очень хорошо писали сочинения. Как только им объяснили сочинение в виде схемы о том, как строится действительно, где завязка, где развязка, как тут описываешь героев, описываешь конфликт, делаешь выводы, они писали сочинения прекрасно. То же самое есть дети, которые, наоборот, если им не дашь красивую метафору, есть прекрасный фильм там про то, как человек в математике обучал, учитель математики через бейсбол, и действительно дети лучше потом увлеклись математикой. И действительно педагог вот сейчас в дистанционном режиме посоветовал, вместе с ребятами посмотрел фильм, обсудили, и после этого у них возник интерес к математике. Эти примеров очень много. Обращаю главный момент. Мы все по-разному воспринимаем информацию. И дальше связка в жизни. То есть, да, можно понять, в какие вузы, в какое профессиональное образование я собираюсь идти, выделяем на этом нашем трекере, действительно, куда мы двигаемся. Вот это первое. Дальше. Здесь вы можете сейчас у вас будет презентация сфотографировать. Я действительно хочу здесь подтвердить, что именно момент вот этой перезагрузки, мы услышали про сампины 15-20 минут в день. Действительно, момент слота временного, во время которого может идти обучение, это так. Но что происходит? Обучение, а потом дальше дети действительно еще и дальше вязнуты в наших цифровых технологиях. Вот очень важно делать такие упражнения, которые позволяют переключиться. Мы действительно с учениками используем вот такие карточки, выкладывая слова и делая вот эти слова. Можно выделить слово «Казахстан», «Математика» и любые другие. И действительно, буквально такие 5-10-минутные перезагрузки позволяют очень здорово включиться. Ну, а тогда мы делаем это с эмоционально. Например, вместе с детьми с тобой все говорим, я сильный как герой. Вот если вы прямо сейчас у экрана это попробуете сделать, вы ощутите, что в момент слова «сильный» у вас напрягаются мышцы, вы действительно включаетесь в это состояние. А в состоянии «я добрый» вы очень спокойно переключаетесь в состояние «добрый». Ну что же, по физическим перезагрузкам мы с вами убедились и про 5 шагов тоже. Это сервисы, которые в дополнение к тем, естественно, направлениям, которые дает учитель и те платформы, которые вам рекомендует учитель. Но был вопрос, а как контролировать детей, если потом уже выходишь на работу? Вот как раз освоение этих инструментов позволит вам в хорошем смысле контролировать и на самом деле приучить к таким инструментам, которые они будут приводить еще и в бизнесе. Ну, например, действительно, очень здорово освоить сервис для синхронной видеокоммуникации. Может ли это быть в Zoom, в мессенджерах. И действительно, ребенок может это использовать и подключив родственников, да, устроив такое чаепитие с бабушкой-дедушкой или же в Zoom обсуждать задания с ребятами. Я думаю, что про Google Drive и Google Docs вы все прекрасно знаете. Хочу обратить внимание на инструмент, который называется Miro – онлайн whiteboard. Что это такое? Это возможность действительно прямо всем вместе, ученикам, рабочей группе, как будто бы у нас с вами стикеры, доска, и прямо тут происходит обсуждение. Это действительно очень хороший инструмент для выполнения домашней работы. А такие разные трекеры – Trello – это лишь один, это уже бесплатный инструмент, который позволяет. Вы планировали, что на неделю, какие уроки, какие задания. Дальше ребенок передвигает, что он сегодня выполнил, что он делает сегодня, и потом, что он уже выполнил. И вы даже, если находитесь на работе, вы можете через вот этот трекер посмотреть, какие задания ребенок выполнил, с какими комментариями. И это прекрасный инструмент вообще для дальнейшего взаимодействия. И не надо переспрашивать, не надо давить на ребенка, а ты сделал, ты выполнил, и так далее. Ну, конечно же, вот такие конференции, как экстренный переход в онлайн, помогают быстро набраться очень полезных практик. Ну и да, прокачка именно инструментов, связанных с обучением, эмоциональным интеллектом, креативностью, критическим мышлением. Именно эти навыки, которые помогают в профессиональном самоопределении, они доступны на платформе SkillFolio Kids и SkillFolio Junior. Дальше, дорогие друзья, я правда хочу обратить внимание на один из важнейших мировых трендов, который называется Social Emotion Learning, социальное и эмоциональное обучение. Если вы увидите, что когда мы используем игровой формат, развиваем мышление роста, проявляем заботу, мы видим цели, мы предоставляем время именно необходимое для решения ученику, потому что у каждого из детей своя скорость. Это очень важно. И вы можете за время, на самом деле, карантина понять, что вашему ребенку не нужно решать два... ...решает их правильно. И более того, вы дальше сможете этот индивидуальный подход передать учителю, что, может быть, было невозможно до этого момента, возможно, вас не услышали, а теперь вас действительно услышат, потому что скорость у каждого ребенка разная. И тогда мы способны развивать и лидерство, и креативность, и любознательность, и инициативность, все то, что в первую очередь поможет. Дорогие друзья, еще несколько практик мы успеем с вами разобрать. Когда у ребенка что-то не получилось, к сожалению, в ситуации напряжения, стресса, которые сейчас все попали, начинается такое давление на детей, и один из таких прекрасных инструментов коммуникации, в котором можно общаться и с детьми, и, кстати, с педагогами. Простят меня, дорогие, уважаемые педагоги. А вам, конечно же, я рекомендую именно таким образом общаться с родителями. То есть что хорошо получилось у ребенка, что следует исправить, и потом еще раз оптенцировать внимание, что хорошо. Огромное количество конфликтов, особенно у подростков, когда идет отторжение к конкретным рекомендациям или что-то еще, или когда мы сам из благих намерений считаем, что ребенок может сделать лучше, и начинаем показывать на ошибки. Вот принцип бутерброда, дорогие друзья, легко запомнить. Вот такая визуализация. Поверьте, вы сможете давать любые рекомендации ребенку совершенно на новом уровне. Часто дети отказываются, и, собственно говоря, вот это вот посерединке демонстрации трелла от каких-то задач, считают, что они очень сложные или непонятные, потому что действительно это очень объемная задача. Соответственно, есть прекрасная практика слон по кусочкам. Это опять тому, что можно тысячу раз говорить или один раз визуализировать. И для этого не надо быть художниками, дорогие родители. Достаточно просто действительно сделать вот такого слона, решить на неделю, что мы там будем делать, какие задания, чему мы планируем научиться. Это очень здорово, когда дальше ребенок раскрашивает. Или же это делать в цифровом инструменте, потому что это то, что в бизнесе называется комбан-доски. Это действительно тот инструмент, который поможет им в компаниях, в реальной работе, в вузах на всю жизнь. И, конечно же, тайм-менеджмент. Дорогие друзья, очень важно использовать такой принцип помидорки. Причем это не только про разгрузку, что 25 минут или 15, когда вы ставите таймер, потом мы переключаемся. Это именно про то, что ребенок очень быстро учится. Попробуйте на себе, дорогие родители, вы будете тоже эффективно работать на удаленке, да, в общем, потом и на работе. Ребенок очень эффективно учится и ставит задачу, что я могу сделать за там 25 минут, если старшеклассник, или что я могу сделать за 15 минут. Например, решить две задачи. Не страшно, если он не успел эти две задачи решить, а решил только одну и начал вторую. Зато он понимает, чтобы таймер прозвенел, 5-минутный перерыв на те самые физические упражнения, попили водички, походили, потом опять у нас 25 минут. Вы очень быстро увидите, какие моменты действительно, как ребенок решает какую задачу. Это очень важно, потому что 45-минутный слот, и, дорогие друзья, действительно концентрация внимания уходит, и ребенок не успевает отслеживать, где какая динамика, когда он потерял внимание, когда он потерял интерес. А этот принцип позволяет очень быстро, буквально за две недели, научиться понимать, какие задачи, за какое время я решаю, и объективно оценивать свои силы и планировать, и не отвлекаться, да, там, на соцсети от посторонние моменты. Потому что на это потом будет через несколько слотов перерыв 45 минут. Вот. Ну и последние буквально два момента очень важные. Я уже про это говорила, что одни дети не понимают, если им не нарисовать схему, другие не понимают, если им не дать метафору. Так вот, на самом деле, это измеряется, это в том числе технологии SkillFolio, очень серьезные разработки именно по моделям познания. Просто действительно есть дети так называемые креаторы, вообще не дети, а люди. Есть аналитики. И действительно, это абсолютно разный подход. И так, немножечко, чтобы снять напряжение, как минимум в России, я думаю, что и у вас есть такая проблема, что после нескольких там недель уже дома очень сложно проходить мимо холодильника, и действительно люди думают, так, а не поправилась ли я за это время. Так вот, представим, что теперь мы решили сесть на диету. Так вот, поверьте, если человек креатор, а ему начали говорить, так, столько-то калорий, только в это время, только таким образом, он точно пойдет в холодильник и объестся самыми неправильными продуктами. А если вместе с ним придумать, давай-ка придумаем семь способов приготовления брокколи. И, кстати говоря, дети могут быть прекрасными теми участниками, которые могут прогуглить полезные продукты. А дальше они будут гуглить полезную, интересную информацию по предметам. Это очень хороший инструмент. Но в то же время, если, например, вы, наоборот, аналитик, и вам только говорят, придумывай семь там креативных рецептов, вы поймете, нет, 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 это ужас, мне нужно, чтобы четко расписали табличку, сколько есть, сколько в граммах и все остальное. Поэтому, если мы понимаем о том, какой наш ребенок, какой у него тип мышления, мы принципиально разрешаем ключевую проблему в обучении, которая происходит из-за того, что он не понимает материал, из-за того, что он дается в другой форме познания. И да, для развития этого это как раз скриншот платформы SkillFolio, где можно не только протестировать, где можно получить более 250 практик, которые помогают в обучении, отслеживать прогресс и вести дневник, именно такое отслеживание прогресса. Причем он доступен как на уровне образовательных учреждений, так и на уровне, естественно, педагогов. И, естественно, у родителей, каждый родитель может это делать для своего ребенка. И очень важно, что вот именно вот эти навыки, которые World Economic Forum определил уже несколько лет назад, как ключевые. И исследование научно сейчас доказано, что действительно это было огромное исследование, да, это было на московских школьниках, но более двух тысяч людей в нем приняли участие. И действительно выяснилось, что не те, кто пятерки получает по всем предметам, действительно делают осознанный выбор, а именно те, кто развивает эмоциональный интеллект, кто прислушивается именно к тем предметам, которые им интересны. И пусть даже по некоторым предметам у них будут четверки, и о ужас, даже еще какая-то, может быть, не та оценка. Но если она не попадает в конкретные экзамены, которые нужны для этого вуза или профессионального образования, среднего специального образования, то действительно это не страшно. А гораздо важнее, чтобы ребенок не для галочки, не просто научился получать пятерки, потому что пятерки, а выявлял и реализовывал свои таланты. И буквально последний момент, посмотрите, пожалуйста, на экран, дорогие друзья. И вы можете этим управлять. Посмотрите, внизу, представьте, что наверху есть ямки, а внизу выпуклости. А теперь, когда у вас это получилось, просто поменяйте. И вы увидите, что наверху могут быть выпуклости, а внизу ямки. Я уверена, что у многих из вас это получилось, менять эту картинку. Так вот, дорогие друзья, это очень важный, можно сказать, мы сейчас с вами сделали эксперимент, который показал, что восприятие это не просто восприятие информации пассивной, информации через сенсорные системы из внешней среды. Мы действительно управляем информацией, нашим восприятием. Таким образом, очень важно, чтобы мы обращали внимание в наших детях за эти две недели именно на принцип зеленой ручки. То есть никогда, как учителя, ну, иногда в школах подчеркивают ошибки красным-красным-красным. И на самом деле, ребенок акцентирует внимание на ошибки. И именно это отбивает желание учиться у ребят. Если за две недели вы будете подчеркивать, написал правильно такое сложное словарное слово, ты решил сегодня эти задачи, у тебя вот это получилось сделать онлайн, и действительно, эти моменты позволяют за две недели сформировать навык уверенности в себе у ребят и интерес к познанию. это может сделать вы родители. Для меня можно найти по вот этим контактам, ну, и, конечно же, будут прекрасные подарки в виде выписаться, снижать всего остального. Я готова ответить на вопросы, дорогие друзья, и сейчас, и в 12.30. Дорогие друзья... Николай, спасибо большое. Спасибо большое за ваше время, за вашу экспертность. Несмотря на разницу во времени с Астаной, три часа в Москве это раннее утро. Вы с нами, вы с казахстанцами. Спасибо за ваш опыт и экспертность. Мы с вами чуть-чуть попозже встретимся. Спасибо.